So, before we start, I see the notes from tonight for questions. For tomorrow night and all the nights to come, you're welcome to have a question, also make an observation, or if you want to debate with me, I'll debate also. Да, я вижу, у нас есть кое-какие заметочки сегодня на предмет вопросов. Завтрашнего вечера вы также можете задавать вопросы, можете делать какие-то наблюдения. Если хотите дебаты устроить, пожалуйста, не стесняйтесь. И, соответственно, если вы хотите задать вопрос анонимно, это нормально, просто не подписывайтесь тогда. А если бы вы хотели задать неанонимный вопрос, то тогда, пожалуйста, подпишите записку, и я смогу по ходу ответа на вопрос к вам обращаться. Хорошо? Итак, начнем. Мы начнем с вопросов попроще. Можно ли медитировать в позе спящего льва, то есть на правом боку, раз именно эта поза считается оптимальной для умирания? Эта поза хороша для того, чтобы в ней спать или умирать. Но если вы хотите выполнить сессию подлиннее, то она не столь удачна. Вы, вероятнее всего, закатитесь, скатитесь. И здесь нам полезен опыт индуистской традиции, где практикующие выполняют асаны и занимаются пранаямой, а потом, завершив, переходят в шавасану. Это подходящее положение. И это не нечто, выдуманное мной. Сам Будда в сати-паттана-сутте рекомендует для медитации четыре положения. Стоя и при ходьбе. Эти два положения хорошо подходят для випашхины, в меньшей степени для шамадхи. И, соответственно, сидя, разумеется, и лежа. Все четыре положения хороши для медитации. То есть, сегодня здесь еще нет подписанных имен. На некоторых есть, на большинстве нет. Но если завтра вы захотите, чтобы я вас пальцем тыкал, то вы, соответственно, подписывайтесь. Следующее. Как избавиться от ненависти к себе? Это очень хороший вопрос, и в то же время очень странный. Потому что, если вы ненавидите себя, получается, что тут присутствует как бы два человека. Тот, кто ненавидит. Тот, кто ненавидит. Он, вероятно, не такой уж плохой. И тот, кого ненавидит. Он, наверное, отвратительный. И вот между ними как бы разговорчик такой. А сколько там человек? Может быть, трое, на самом деле. Или больше. Но на самом деле это хороший вопрос. Если вы себя ненавидите, одно можно утверждать определенно. Вы отождествляете себя с чем-то, что вами не является, и это что-то и ненавидите. Может быть, вы ненавидите определенный вид поведения, который осуществляете. Но поведение — это не личность. Поведение возникает и исчезает. Может быть, вы ненавидите одно из своих умственных омрачений, например, жадность, или ненависть, или заносчивость, что-то из этого. Но умственные омрачения — это не личность. Они возникают и исчезают, подобно тому, как меняется погода. Некоторые люди ненавидят себя в силу своего внешнего вида. Но и тело — это не личность. Когда-то у вас было маленькое тело, очень миленькое. Вы себя не ненавидели, будучи младенцем. Кто младенцев ненавидит? Или в возрасте пяти лет вы тоже ненавиделись, не ненавиделись. Нет, вы пятилетнего ребенка не ненавидите, вы за щечки треплете. Когда же появилась эта самая личность, которую вы возненавидели? Ну, очевидно, не в возрасте одного года, но, может быть, в 12 лет или 18. И мы пытаемся понять, когда возникла, когда сформировалась эта конкретная личность, которую вы ненавидите. 18, 35, 60, может быть. Когда вы осуществляете подлинный поиск, вы обнаруживаете, что личность, которую вы ненавидите, необнаружима. Вы ненавидите проявление собственного воображения, с которым себя отождествляете. Нужно четко опознать эту личность, которую вы ненавидите. И осознать, что эта ненавидимая личность на самом деле и не присутствует. Никто одной ее не видит. Она невидима для всех остальных. Она на самом деле не существует. Вы ненавидите это. Вы создали это я, которое ненавидите. Но то, что вы создали, вы можете и разрушить, разобрать. Растворить обратно в пустотности. Успокаивая свои тела речи ум в их естественном состоянии. И вот вы просто покоитесь тихо в природе своего осознавания. И когда вы там просто покоитесь безмолвно, видите ли вы кого-то, кому можно ненавидеть? Где эта личность? Нигде. Так что перестаньте. И вы на самом деле себя не ненавидите. Если бы вы себя на самом деле ненавидели, то взяли бы молоток. И били бы себя им по голове. Так что если себя ненавидите, возьмите молоток и бейте себя по голове. Но никто же так не поступает. Почему? Потому что вы не желаете страдать. Если бы вы себя ненавидели, вы бы никогда в жизни ничего вкусного не стали есть. Вы же не хотите по-настоящему вкусно покормить своих врагов. Пусть собачье дерьмо жрут. Но вы-то собачье дерьмо не жрете. Так что я не верю, что вы себя ненавидите. Вы ненавидите что-то, чем на самом деле не являетесь. И это нечто вы сотворили. Его же можно отпустить. Кроме того, нужно проявлять здравый смысл. Какие бы недостатки у вас не присутствовали, можно желать. Пусть я от них освобожусь. К какому бы счастью вы не стремились, желайте. Пусть я достигну этого счастья. И взращивайте его причины. Будда говорил, что тот, кто подлинно любит себя, любит, в смысле, желает себе блага. Потому что здесь таково определение любви. Любовь к себе — это не мысль о том, какой я замечательный, какой я чудесный, прекрасный. Это пожелание себе самому или себе самой блага. Так вот, Будда сказал, что тот, кто подлинно любит себя в этом смысле, никогда не станет причинять вреда другому. И, наконец, если вам выходит такая возможность, встретитесь с человеком наподобие Далай-Ламы. Он очень умен. Обладает очень ясным видением, очень четко видит людей. И вот позвольте ему на вас взглянуть или представьте, что на вас смотрит Далай-Лама. И проверьте, возникнет ли у него на лице такое выражение отвращения при взгляде на вас. Но если возникнет, дело плохо. Но доводилось ли вам когда-либо такое видеть? Я вот Далай-Ламу знаю 45 лет, и мне ни разу не довелось увидеть, чтобы он посмотрел на кого-то, и у него на лице проявилось явное отвращение. Так что, если Далай-Лама при взгляде на вас не видит никого, кого можно было бы ненавидеть, не следует там видеть нечто подобное и вам. И могу вам гарантировать, на самом деле, что когда Далай-Лама на вас посмотрит, он вас не возненавидит. Хорошо? Каков механизм фиксации благих накоплений, преображений, достижений, достижений пути? Что превращает достижения в необратимое? Спасибо. Очень большой вопрос и очень глубокий. Два ответа здесь можно дать. Каждый раз, когда мы осуществляем, мы все с вами собравшиеся в жизни осуществляли нечто благотворное, причем очень много раз, и мы начали осуществлять всевозможные виды добродетели задолго до того, как узнали что-либо о каких-то религиозных традициях, или дхарме, или буддизме, в частности. Задолго до этого мы уже совершали добродетельные поступки. И каждый раз, когда мы совершаем добродетельное деяние, возникает благотворная карма. И если вы хотите сберечь эти накопления благой кармы, если вы эту благую карму хотите защитить от повреждения, то то, что мы прямо сейчас можем осуществить, называется посвящением заслуги. То есть мы посвящаем эту благую карму, тем самым ее защищая. Это мы можем осуществлять уже сейчас. Есть очень знаменитое высказывание Атиши, которое как раз содержится в нашем коренном тексте, и оно гласит. Есть две задачи – в начале и в конце. Каким бы делом мы не занимались, идет ли речь о том, чтобы пойти на работу, о том, чтобы вырасти детей, или о участии в ретрите по медитации, важно нечто, осуществляемое нами в начале. И это порождение мотивации. Для любого, это важно для любого, одноделенного смыслом, вида деятельности, даже для очистки зубов. Ведь мы чистим зубы, не желая, чтобы они у нас выпали. Если мы привносим мотивацию бодхичитты в любой, даже самый обыденный вид деятельности, такой, как чистка зубов, или, скажем, поездка в отпуск, если нам хочется или нужно отдохнуть, здесь ничего дурного в этом нет, то такая активность, напитанная мотивацией бодхичитты, становится чем-то, что в конечном итоге приведет нас к просветлению. Затем же, в конце определенного вида деятельности, будь то ретрит или сессия медитации, или просто в конце дня, в конце любого осмысленного вида деятельности необходимо посвятить заслугу. И осуществлять посвящение заслуги нам необходимо так, как если бы мы были бодхисаттвами. Мы словно бы инвестируем этот капитал, эту благую карму, в нечто совершенно надежное, так, чтобы этот капитал не был растрачен впустую. Существует великое множество прекрасных молитв посвящения, которые осуществляют бодхисаттвы, и примеры их вы можете встретить в 10 главе текста Шантидевы, «Вступление на путь бодхисаттвы». Там великое множество прекрасных молитв посвящения бодхисаттвы. Аналогия, которую часто приводят тибетские ламы, такова. Скажем, у вас есть чашка с жидкостью, с водой, и вам не хотелось бы, чтобы эта вода полностью испарилась, вам не хотелось бы, чтобы чашка опустела, хочется как-то эту воду сберечь. И тогда, чтобы сберечь эту воду на как можно дольше срок, вам необходимо воду эту вылить в океан так, чтобы вода из чашки нераздельно слилась с водами океана. Тогда вода из чашки сохранится до тех пор, пока не опустеет весь океан. Но если в вопросе также подразумевалось достижение необратимого этапа на пути, то есть такого преображения, после которого уже невозможно откатиться назад. Вы дошли до определенного этапа, и назад вы уже не сможете откатиться. Вот для того, чтобы достичь этого, требуются и другие вещи, не только то, что уже объяснялось. В учениях самого Будды, а также в учениях таких мастеров, как Падмасамбхава, Цонгкапа и Дуджомлингпа, однозначно утверждается, что для достижения необратимости на пути нам жизненно важен один компонент. И этот компонент, который нам очень нужен, это Шамадха. Без Шамадхи нет пути. Ум слишком неустойчив, чтобы что угодно осуществлять в необратимом ключе. И в то же время Шамадха незаменима, но недостаточна. Если вы хотите необратимо вступить на путь Махаяны, бодхисаттвитский путь, который ведет к полному просветлению, вам необходима бодхичита, причем бодхичита, развитая до спонтанного уровня. А если вы хотите, чтобы бодхичита стала необратимой, вам необходимо защитить ее посредством випашхины. Вот тогда вы на необратимом пути. На основе этого возникают всевозможные изумительные учения, такие как учения Вальджраяны, учения Махамудры, Дзакчен, Пховы, Чода и так далее. Множество великолепных практик. Но и все это, разумеется, на основе этики, которая, разумеется, незаменима. С этикой как основой, которая незаменима, без шамадхи, бодхичиты и випашхины мы не можем гарантированно утверждать, что уступили на путь. Даже если мы получили множество посвящений, даже если мы сделали множество ретритов, все эти вещи сами по себе никоим образом в отсутствии шамадхи, бодхичиты и випашхины не гарантируют того, что мы уже реально вступили на путь. That's why it's my great yearning, my great aspiration. Create conducive environments, like a garden, where people can come who are not bodhisattvas, who have not achieved shamatha, who are not tukhus necessarily. They come and they cultivate their minds until they achieve shamatha, бодхичит, reach the path. Then if they want, they can stay and continue. Or they can go anywhere, and they're still on the path. И именно поэтому мое огромное желание состоит в том, чтобы создавать защищенную среду, создавать пространство, в котором практикующие, которые не являются пока бодхисаттвами, не являются вовсе обязательно тулку и так далее, могли бы приезжать и там достигать реализации описанных вещей. И тогда, если они реализуют шамадху, випашхину и бодхичитту, они уже вступили на путь. И они могут продолжать продвигаться по этому пути, оставаясь в этом защищенном пространстве, или могут поехать куда угодно еще, но они уже будут вступившими на путь. Так это осуществлялось в Тибете на протяжении тысячи лет. Во множестве мест в Тибете. Примерно год назад я беседовал с замечательным монахом, одним из двух настоятелей Ларунггара, в котором в тот момент жило больше 40 тысяч монахов-монахинь и йогинов-йогини из числа мирян, всех традиций. Действительно замечательный монах. Его зовут его Кен Пуцутрем-Лодру. Его зовут его Кен Пуцутрем-Лодру. И он на собственные средства приобрел рядом с Ларунгаром участок земли и на собственные же средства построил на нем 30 хижин для медитации в швейцарском таком стиле с солнечными батареями и всем остальным. Я сказал, о, ну это все замечательно, но будет ли кто-то заботиться о питании практикующих, которые захотят медитировать и так далее. Он сказал, ну это вообще в нашем случае не проблема. Разумеется, они позаботятся. И я также знаю, что у Дзангцара Кенце есть ретритный центр на востоке Кхама, где как минимум 800 монахов и монахини находятся в долгосрочном ретрите, минимум трехлетнем в их случае. И 300 из них, насколько я знаю, в пожизненном ретрите. И некоторые из их числа практикуют шамадху и випашин. Так что в некоторых местах в Тибете это все еще сохраняется. Но нам нужно, чтобы это происходило и за пределами Тибета. В России, Бразилии, Италии и так далее. Если мы создадим подобное пространство, то, разумеется, получим и урожай йогинов. И тогда у нас появятся квалифицированные российские йогины, йогины из числа бразильцев, мексиканцев, американцев и так далее. Почему? Потому что мы создали поле. Это простые причины и следствия. Если есть поле, на нем взойдет и урожай. Нет поля, нет и урожая. Нам, думаю, нужно выращивать российских йогинов, не ожидая, что они с неба упадут, или прилетят из Тибета и родятся в качестве российских Тулгу. Не ждите. Так что вот так. Если для подлинной практики Дхармы необходимо отбросить все мирские привязанности, то как быть со стремлением к любви с противоположным полом, сексом, созданием семьи? Не является ли стремление к таким вещам мирским и в целом уводящим от практики Дхармы? Если джанинская практика Дхарма требует, чтобы мы снижем все мирные отношения, то как мы снижаемся с спаррингом для любви с противоположным сексом, с сексуальными отношениями и созданием семьи? С спаррингом для этих вещей просто мастерной вещей? И это, в общем-то, ведет вас от практики Дхармы? Не обязательно. Это очень хорошая вопрос. Очень практичный. Очень хороший вопрос. Очень практичный. This question came up about more than 30 years ago and I was still a monk studying physics, but I also translated for a number of lamas, including one Галупа лама им Тарарарамбуче. Этот вопрос мне доводилось слышать впервые лет 30 тому назад, когда я был еще монахом и учился в Амхерсте в Штатах и в то же время переводил для разных учителей, в том числе для галупинского учителя, которого звали Тара Римпачи. Мы сейчас здесь с вами собрались, и мы здесь, очевидно, оказались, потому что нас как-то влечет идея Махаяна и путь Бодхисаттвы. А самым корнем практики пути Бодхисаттвы, тем, в чем практика Бодхисаттвы коренится, разумеется, является Бодхичитта, практика сострадания. Но следующий вопрос таков. Есть ли в целом один единственный образ жизни, который лучше всего всем бы подходил для развития сострадания? Нет. Для некоторых людей, становятся монасты, монасты или нищие, делают все хорошо чтобы выкрутить все связи с связью к семье, друзьям, к домам, и выкрутить все связи с связью. Не любовь, но выкрутить все связи с связью с связью. В моем случае, выкрутите в страну, родился в Калифорнии, живете много лет в Европе, и выкрутите в Индии, я не знал кого-то, и превратился монасты. Поэтому я не знал нищего связи с никого в Индии. Они все новые люди. Для некоторых людей, разумеется, оптимален вариант монашеской жизни, где, став монахом или монахиней, мы стремимся отсечь путы привязанности связывающей нас с семьей, друзьями, родиной и тому подобными вещами. И здесь следует обратить внимание, что мы говорим не путы любви, не узы любви, а узы привязанности. Именно узы привязанности мы стремляемся отсечь. Как это было в моем случае, когда мне, например, пришлось перебраться в другую страну. Сам я родился в Калифорнии, сколько-то лет прожил в Европе, но затем, чтобы стать монахом, мне пришлось переехать в Индию, и в Индии у меня было очень мало привязанности к окружающим меня людям, потому что все это были для меня люди новые. Монашеский образ жизни подразумевает, что вы резко отсекаете все вещи, к которым вы привязаны, будь то места или люди и так далее. Вы отсекаете. And as free of attachment to the new people as possible, then from that even plane, from that even plane, seek to cultivate loving-kindness, compassion for every person, a man, a woman, a man, a woman, old, young, attractive, unattractive, from evenness, just evenly, develop loving-kindness, compassion to everyone around you. That's one way. And it works many times. I've known many-many monks and nuns for 45 years. Many of them turned out marvellously. They're so warm, like Yandran and Bajib and many others, so warm, evenly kind to everyone. So that's one strategy for many people that work wonderfully. And in a way of this trying to be to new people, with whom you start to become the same, you from this of this state of this this the and of the the men, they'd be women, women and women, boys and and men and mujeres, women, and so on. And this is a Он изумительным образом, безусловно, работает, и он изумительным образом работает, сработал для множества монахов и монахинь, которых мне довелось за 45 лет встречать. Многие из них были людьми прекрасными, удивительно теплым, открытым сердцем. Янтанго Римпоче, конечно, можно упомянуть, но не только его, а множество монахов и монахинь, которые, следуя этому подходу, развили таким вот образом любящую доброту и сострадание. Но это не у всех срабатывает. Некоторые люди становятся монахами, и им в равной степени на всех наплевать. Я монах. Вы служите ко мне. Я монах. Я чистенький, и вы мне послужите. И я монах, я чистенький, и вы мне тоже послужите. Эгоцентрично. Холодно. Нободи чита. И без бодхи чита. Просто эгоизм. Но ровный эгоизм. Филюр. Неудача. Даду Римпоче, who is a monk from the age of three, I think, he said, that's not the best for everybody. Another way is enter a romantic relationship. But the romantic relationship, if it's a healthy relationship, and there are many, where you're not simply attracted to the other person. oh you bring me pleasure but you genuinely care for the other person there's a friendship, a respect a commitment you really wish this person well you will protect this person, both ways real deep caring and also of course attraction then you see two things are going simultaneously there is attachment of course, I choose you, not you but there's not just attachment it's also genuine caring so then you have two things one is mental fiction, the other one is really wonderful и вот Тара Римпоче отвечая на этот вопрос Тара Римпоче, который, кажется, с трехлетнего возраста держал монашеские обеты сказал, что этот монашеский вариант не всем подходит другой вариант, который возможен подразумевает, что вы вступаете в романтические взаимоотношения ну, разумеется, романтические взаимоотношения здоровые таких отношений много здоровыми здесь называются те взаимоотношения в которых вас не просто влечет к другому человеку вы еще искренне заботитесь о его или о ее благе вам действительно не безразлично, что с человеком происходит если мы действительно состоим в такого рода взаимоотношениях то параллельно происходят как бы две вещи с одной стороны присутствует привязанность и это омраченное состояние ума омрачение но с другой стороны присутствует подлинная любовь подлинная забота которая при этом движется в обоих направлениях Вы заботитесь о человеке, человек заботится о вас. То есть здесь одновременно проявляются омраченные и не омраченные умственные факторы. То же самое и если у вас в отношениях появятся дети. Вы, вероятнее всего, привязаны к своим детям. И, вероятнее всего, заботитесь о своих детях больше, чем о чужих. Это все привязанность. Но вы также, вероятнее всего, искренне заботитесь о своих детях. Вы желаете им счастья, желаете им блага, желаете, чтобы они были здоровыми, успешными и так далее. И это не привязанность, а любящая доброта, искренняя забота. То есть здесь, опять-таки, наблюдаются две эти вещи. С одной стороны, любящая доброта и сострадание. С другой стороны, привязанность. So then you have a choice. You can practice dharma fully, 100% as a layperson with spouse and children. You can also become monastic, or you can become simply a yogi, not monastic, not layperson. But the whole point in any of these is to distinguish. Where is mental affliction coming up? Where is attachment coming up? Monks can have attachment, too. Yogis can also. Yogi in a cave, sitting quietly, can have attachment. Me, me, I want, I want. Right? And so if you're living with a family, with a job and so forth, then you must be like a gardener. And you see the good grass and the good flowers coming up. Virtue wherever. Virtue, loving kindness for your family, your friends, people in the community and so forth. And you cultivate virtue everywhere. But then you see weeds. Weeds of self-centered attachment. With spouse, with children, with friends and so forth. And just slowly, slowly pull out the weeds. Pull out the weeds. And let the virtue grow and just pull out the weeds. Then that can be as powerful as being a monk. And here you have a few options. If you want to practice the dharma on all 100%, you can be a man or a man. You can be a man or a man. Or you can practice the yoga as a yoga, not being a man or a man. But in all these options, the main thing is to look at what is happening with you. Where is the relationship? How is your mind? По каким обстоятельствам, по каким причинам привязанность возникает. И скажем, если вы ведете образ жизни мирянина, то вы тщательно следите, подобно тому, как садовник следит за тем, что растет на почве сада, за тем, как в вашем уме созревают растения благотворные и неблаготворные. С одной стороны, в вашем уме проявляются любящая доброта и сострадания по отношению к супругу или супруге, вашим детям, близким, родственникам и так далее. И это, разумеется, вещи благотворные. Их вы стараетесь напитать. Но в то же время в вашем уме проявляются сорняки. Такие сорняки, как привязанность и другие омраченные состояния ума. И вы понемногу, по чуть-чуть, начинаете эти сорняки устранять, работая над тем, чтобы ослабить их и взрастить благотворные умственные состояния. Если вы ведете такого рода практику в условиях своемирянской жизни, это столь же эффективно, как и аналогичная работа в образе жизни монашеском. И здесь, разумеется, очень важно на уровне повседневной жизни быть способными различить разные состояния. Увидеть, например, различие между любящей добротой, которая является великой добродетелью, и эгоцентричной привязанностью. И различить эти вещи, на самом деле, не так-то сложно. Любящая доброта, которую муж испытывает по отношению к жене, в полной мере сосредоточена на ней. Пусть ты будешь счастлива, пусть у тебя будут причины счастья, пусть я смогу тебе помочь обрести эти причины счастья. Это в полной мере сосредоточено на ней. И привязанность же всегда зациклена на нас самих. Она эгоцентрична. Здесь муж смотрит на свою жену и думает, а что бы ты могла для меня сделать? Ты меня не удовлетворяешь? Или, ну вот теперь ты меня удовлетворяешь, я тебя обниму. Я вознагражу тебя, вот тебе часики красивые, спасибо. Ты меня удовлетворяешь. Я тебе духи подарю. Продолжай меня удовлетворять. Не будет удовлетворения, не будет тебе и духов. Вот это эгоцентричная привязанность. Так что различить не так-то сложно. Та практика, которую мы изучаем здесь, в равной степени предназначена для монахов, монахинь и мирян. В наше время реализуют ли человеческие существа радужное тело, пусть за последние 50-100 лет? Много ли таких случаев, как часто они происходят, раньше это было чаще или нет, что изменилось сейчас? А отмотаю на 150 лет назад. До времен тибетского йогина, по отношению к которому я испытываю невероятное уважение и почтение. И это был дуджом лингпа, предыдущее воплощение дуджома римпаче. И в целом общепризнано, здесь мы говорим не просто о каких-то убеждениях, а о вещах, которые основываются на эмпирических свидетельствах, потому что, когда человек достигает радужного тела, сложно этого не заметить. С широкой известно, что 13 его учеников, 13 учеников дуджома лингпы, достигли радужного тела. Довольно много таких случаев было и в 20 веке. Люди достигали радужных тел даже после начала китайской оккупации. И даже в этом веке была пара случаев. В 2008 году был случай, когда в восточном Тибете радужное тело реализовал йогин, которого звали, кажется, Кенпо Ачо, когда и в его случае радужное тело проявилось в том, что его тело просто растворилось в радужном свете, свидетелем, чему было множество людей. Что-то случилось всего несколько лет назад. И один знакомый мне, римско-католический священник, на самом деле написал статью, исследующую этот вопрос и приводящую свидетельство в пользу того, что это реальные случаи. Так что я ее могу переслать. Организатором она на английском языке, правда? Примерно 8 лет назад я в Калифорнии переводил для Пинора Римпача, который в то время был главой школы Нингма на тот момент. Ему в тот момент было около 60-70 лет. И он с совершенной убежденностью сказал, я знал 10 случаев достижения радужного тела йогинами, случившихся при моей жизни. И иногда, если человек не полностью достижит Римпобати, но у него случилось от всего месяца, во время последних раз в 5 лет назад, где это очень странно, римпобати, но поведённый период, а потом, или принятия, и непонятно, или длинный период, и затем всё остановится, и всё остановится, и затем римпобиазра, и всё остановится, Это случилось много раз. Мне доводилось видеть фотографию, которую репостили люди на Фейсбуке, относительно недавнюю, и на этой фотографии умерший йогин голова осталась относительно большой, но тело очень существенно уменьшилось. И я спросил своего главного дзекченовского наставника Гетрула Римпача, достигли ли такие практикующие, эти конкретные практикующие радужного тела. И он сказал, что нет, не совсем, но они очень к этому близки, это очень близка к этому реализация. Даже сейчас в Тибете примерно раз в 10 лет случается такое, что кто-то достигает радужного тела. То есть мы слышим хотя бы раз в 10 лет рассказ о том, что еще один йогин или еще одна йогиня достигли радужного тела. Но после того, что в Тибетском диаспора, в 1910 или так, с многими ламасами, многие монстры, нансы, йоги, и, конечно, многие драма центры throughout the whole world, Но с тех пор, как тибетская диаспора ушла в изгнание, или за то время, пока тибетская диаспора живет в изгнании, с 1959 года, мне не доводилось слышать ни об одном случае, чтобы полная реализация радужного тела происходила в изгнании, то есть в Индии или в Европе, где-либо вот в этих местах, то есть за пределами самого Тибета. Это очень хороший вопрос. И очень хороший вопрос о том, почему нет, почему только в Тибете. Почему? И даже в Тибете это стало происходить гораздо реже, чем некогда. Что ж, одна из причин здесь в том, что Тибетия дхарма все еще очень существенно подавлена. Например, в случае с Ларунгаром его только что, в буквальном смысле, уничтожили большей частью бульдозерами. Китайское правительство просто приехало туда и сказало монахам и монахиням, выметайтесь, подавшись собственной паранойи. В последние примерно 20 лет основная моя переводческая работа и преподавательская была связана с учениями Дуджома Лимпы. Кажется вполне очевидным, что в 19 веке, во второй половине 19 века, Дуджом Лимпы скончался примерно в 1903 году, Дуджом Лимпы был самым эффективным из тибетских учителей в том, что касалось приведения учеников к состоянию радужного тела. Ни у одного другого ламы 19 века такое количество учеников про полное радужное тело не реализовало. Так что если вы действительно хотите узнать, как достигать радужного тела, что ж вы можете обратиться к его учениям, коль скоро он был столь успешен в том, чтобы учеников к этому состоянию приводить. И его учения очень ясны. И в его учениях очень ясно говорится. Если вы хотите реализовать радужное тело, вам нужно полностью достичь шамадхи. Не просто чуть-чуть попрактиковать, а полностью реализовать шамадху. Завтра мы поговорим, собственно, о смысле этих слов. Что значит реализовать шамадху? Что значит ее достичь? На основе этого вам необходимо реализовать тему пустотности, постичь пустотность. На основе этого вы должны распознать, безошибочно определить собственное рикпа, собственное исконное осознавание, ум Будды. И на основе этого почти всем из практикующих необходимо также перейти к заключительной стадии цзакченовской практики, которая называется Тотгел, есть прямой переход. Также широко признано, что тысяча из непосредственных учеников Дуджома Лимпы достигли состояния Видьядхары, то есть держателя знаний, то бишь напрямую распознали исконное осознавание. Это нечто невиданное. И это, очевидным образом, великая модель успеха, которая доказала свою эффективность. И отсюда мы можем задаться вопросом, почему же тибетцы, живущие за пределами Тибета в наше время, и жители Запада, которые практикуют уже почти 40 лет, пока не реализуют радужных тел. Почему ни об одном нам ничего не известно? Вопрос простой. Достижение радужного тела — это плод, результат. Если хочешь результат, нужно иметь причину. Ну, оглянитесь. Сколько преподают Шамадху и направляют людей к тому, чтобы реализовывать Шамадху? Очень-очень немногие. Многие выполняют трехлетний ретрит, и это замечательно. Достигается ли там Шамадху? Маловероятно. Потому что она там не практикуется. Сколько реализуют тему пустотности, практикуя Випашину на протяжении многих месяцев или лет? И кто направляет людей, которые бы практиковали Випашину, в длительных ретритах по 5-10 лет? И где, unlike in Tibet, where are the places outside of Tibet? Where we have environments, meditation retreat centers, that are not just for three-year retreats, but for 10-20-year retreats, 30-year retreats, retreats until you achieve rainbow body, like we have in Tibet. Where are they? И, следующий вопрос, где вообще за пределами Тибета есть места, предназначенные для длительной затворной практики? То есть не просто для ретритов по несколько месяцев или лет, а для ретритов, которые длились бы по 10-20-30 лет или продолжались бы до полной реализации радужного тела. Такие места есть в Тибете, но где они за пределами Тибета? У учеников Дуджома Линпы, живших в XIX веке, были всевозможные подходящие условия. Все, что благоприятствовало практике, включая поддержку со стороны мирян, которые предоставляли пищу и так далее. Все это у них было. То есть у них были благоприятные условия для того, чтобы на протяжении многих лет практиковать. У них была санха, то есть духовные друзья, которые друг друга в практике поддерживали. Это необходимо. И, помимо этого, были великие мастера, поначалу сам Дуджом Линпы, но затем и другие, которые обучали их необходимым вещам. Шамадхи, Випаши, Недзакчену, стадия зарождения, стадия завершения. Все эти условия у них были. Это все причины. Как в случае с полем, где у вас есть почва, семя, удобрения, влага и тому подобное. Где все это существует на сегодняшний день за пределами Тибета? В Непале, может быть. В Индии. В Бутане. Очень сложно такие вот места отыскать. Так что ответ здесь простой. Если не создашь причину, не получишь и следствие. Создай причину. В России. В Австралии, Бразилии, да где угодно. Нам вось не обязательно быть тибетцами. Не обязательно быть тулку, быть монахами. Нужно создать среду. Собрать вместе сангху. Квалифицированного учителя. Реализовать шаматху, випашину и дзакчен. И вот вам, пожалуйста, радужное тело. Все просто. Но мы этого не делаем. Мы занимаемся множеством других вещей. Множеством других хороших вещей. Но вот этого мы не осуществляем. Что же мы тогда ждем в России радужных тел? Или в Америке. Или где угодно еще. Тут не волшебство какое-то. Создашь причину, получишь следствие. Нет причины, нет следствия. Вот и все. Перевоплощение в мире форм. Это как? Какой опыт переживается? Спасибо. You've mentioned rebirth in the foreign realm. In the foreign realm. Foreign realm. What's it like? What is the experience of a being like that? I don't know. Не знаю. No, it's a good question. Нет, это хороший вопрос. But the answer is, you cannot possibly imagine it. Но ответ таков. Вы себе и представить бы не смогли. Приведем мысленный эксперимент. Представим, что вы живете в двухмерной реальности. Все движется только в одной плоскости. Объясните двухмерному человеку, что такое три измерения. Можно говорить, конечно, что-то там. Но что бы вы ни говорили, смысл оно не передаст. Так что если вы действительно хотите узнать, задержитесь на завтра. Потому что завтра мы сосредоточимся на Шамадхе. И Шамадха, одна, сама по себе, без Випашхины, без Бодхичиты, без Ваджраяна и так далее, доводит ваш ум от уровня царства желаний, того, в котором мы обитаем, до уровня царства форм. И, достигнув этого, вы можете воспринимать царство форм изнутри царства форм. А когда вы сможете это осуществить, вам будет довольно легко представить, каково в царстве форм родиться. Но пока ваш ум полностью погружен в царство желаний, царство форм для вас остаётся невообразимым. Так что лучше это всё пережить, опознать на опыте, а не просто слушать пустые слова. Это можно познать, но непосредством рассуждения на эту тему. Почему не применяются девять дыханий для балансировки энергии перед началом сессии медитации? Если вы не используете, значит, и не хотели использовать. Для этого предназначены три утренних часа, предшествующих началу первой сессии. В противном случае мы могли бы также задать следующие вопросы. А почему не читаем прибежище? Почему не порождаем бодхичитту? Почему не выполняется семичастная практика? Почему мы не упражнялись стадии зарождения? Почему стадии завершения не было? Сделайте всё это. Поэтому мы начинаем в девять утра, а не в шесть утра. Если бы мы начали в шесть утра, вот тогда вы могли бы спросить, что это мы всё это не переделали. А поскольку мы начинаем в девять, это я вас спрашиваю, почему вы всё это не осуществляли? Дело-то ваше. Добрый вечер. В первой лекции вы упомянули, что творчество, creativity, написано, относится к гедонистическим ценностям. Пожалуйста, поясните этот пункт. Творчество как процесс создания нового относится ли к гедонии? Спасибо всем. Смайлик. В первом лекции вчера вы говорили, что креативство также принято к гедоническим ценностям. Вы можете объяснить этот момент? Потому что креативство как процесс создания нового, принято к гедоническим ценностям? Нет. Вовсе не обязательно. Творчество, относящееся к таким, скажем, таким видам деятельности, как математика, искусство и все другое перечисленное. Математик, арт, инженер. Вот это всякое разное там было названо. Творчество, это, разумеется, относится к нашему царству. И тогда это дело хорошее, но обыденное совершенно. Но, по-моему, визуально, 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 People are going very deeply into their own minds, even to ノividad nature ofzir, realising tonight, which is very central to Zen. And then out of gonna nature they've opened up this massive wellspring of creativity, manifest the skilled poetry in the arrangement of flowers, manifest the archery, like in martial arts without violence, without harm, manifest the martial arts. Manifest the, in many ways, manifest in spontaneous teachings like that. This is creativity. This is creativity, coming right from his Buddha, and there are beautiful songs, poetry, songs, yes, creativity, complete Buddha. Other great lamas will have direct visions of Tara, Majishri, and some are artists. So out of their own vision, then they paint or doing drawings. That's creativity, right from Buddha nature. That's not Hidonia. Некоторые из великих лам переживали видение, скажем, Тары или Majishri, других образов Будды, и, поскольку они также обладали художественными навыками, изображали увиденные ими образы Будды в живописной форме или форме графической. И это также творчество, проистекающее из природы Будды. So, Hidonia comes from ego, and it's for this ego of ego. Look what I did. Look at my literature. Look at my art. You see my name on my art. My music. You like my music? А музыка моя вам нравится? Знаете, это моя музыка. I, I mean mine, I, mean mine, I, mean that. That's Hidonia. Я, мне, мое, меня. Это все Hidonia. Все зависит от того, откуда проистекает творчество и для чего оно предназначено. Если оно полностью увязло в путах цепляния за «я», эгоцентричной привязанности, то даже если вы учите Дхарме или рисуете Дханки или пишете книги по Дхарме, если все проистекает из цепляния за «я», направляемо эгоцентричной привязанностью, выглядит это все как Дхарма. Но все это Hidonia. But a mother who creatively thinks of ways of raising your children with love and kindness and wisdom, creative, coming up with new ways of teaching maybe mindfulness or teaching raising the children in virtue, she doesn't have to be Yogi. She doesn't have to realize Buddha Nature. This is her creativity as a mother or as a father. Really out of love, out of compassion. But really being a creative parent to bring great joy and happiness to your children. That's not Hidonia. That's Hidonia. Но, например, мать, которая творчески ищет новые способы, разумные способы воспитания детей на основе любви, сострадания и мудрости, например, думает о том, что детей можно было обучить навыкам осознанности и так далее, мать или отец, который осуществляет такой вот творческий поиск, вовсе не обязательно при этом, являясь йогинами или соприкасаясь со своей собственной природой Буддой и так далее. Силу этих любвей и сострадания занимаются активностью, которая является тхармическим творчеством, а не чем-то зацикленным на эго и не гедонией. По моему собственному мнению, когда смотришь на классические примеры христианского искусства, будь то музыка, классическую христианскую музыку, будь то живописные произведения или зодчество возведения соборов, не возникает ощущения, что все это проистекало из мысли «я, я, я». Все это выглядит как естественные проявления эвдемоний. И то же самое мы можем сказать и о литературе, и о живописи, и об архитектуре, и о музыке. Все это вещи, проистекающие из эвдемонии, которые могут проистекать из эвдемонии. И еще один. Какие практики усиливают ясность ума во время медитации? Как не подать притупленность во время медитации? О, это простой вопрос. Нужно просто на улицу выйти. Серьезно. Когда очень душно, жарко, как здесь, мы таем. Очень легко расслабиться. Кто-то вот на одной из предыдущих сессий точно расслабился. Это очень просто. Хорошая расслабленница такое. Очень расслабленный ум, очень спокойный. Так что, если вы хотите добиться расслабления и устойчивости, теплое помещение очень хорошо подходит. Если хотите ясности, выйдите на улицу. И без куртки, пожалуйста. Куртку здесь оставляйте. Вот так вот, голышом выходите. Походите там немножечко. Много ясности сразу проявится. Серьезно, это очень полезно. Мне довелось в Таиланде прожить два года. Вот там очень сложно ясность поддерживать. Настолько жарко и влажно. Безусловно, очень хорошие практикующие могут там ясность развить, но это не просто. Так что, в том, что касается ясности, в России все очень удачно. А также не ешьте тяжелой пищи, ешьте что-то, съедайте только что-то легкое. В том месте, где вы медитируете, пусть будет относительно прохладно. Свет можно держать включенным. Глаза могут быть относительно приоткрыты. Удостоверьтесь, что вы как следует выспались ночью. То есть, вы проспались столько, сколько вам необходимо. А затем, перед тем, как приступать к формальной практике, пробудите, вызовите энтузиазм относительно практики. Сессии пусть будут относительно короткими. Нужно всегда предпочитать качество количеству. И вот тогда вы сможете ясности добиться. Хорошо? Немножко приходит время отхода ко сну. Дам тот же совет, что и вчера вечером. Когда день полностью завершается, вы все закончили, вы ложитесь в кровать, принимаете позу шавасаны. Но пока еще не спящего льва. Позу трупа. Мертвый льв. Успокаивайте тело, речь и ум, как вы это делали вчера. И затем очень мягко сосредотачивайте свое осознавание на всем поле тела. Не визуализируя тело. А просто осознавая эти флуктуации энергии в этом поле. И затем, когда дыхание входит в тело, очень-очень мягко пробудитесь навстречу нему. Обратите на него внимание. Когда же оно выходит, очень-очень мягко отпустите. Это, разумеется, сейчас карикатурное было изображение. Но дыхание вливается. Дыхание выходит. Каждый раз, когда происходит выдох, все глубже и глубже расслабляйтесь. Это первая фаза в Шамадхе. Все глубже и глубже расслабляться, не теряя ясности. Просто практикуйте в этом ключе. Десять минут, двадцать минут. И затем, через какое-то время, это могут быть пять минут или тридцать минут, вы, как и в прошлый раз, заметите, что ум как бы затуманивается. На ум набегает туман сонливости. И это очень хорошо. Это знак. Знак того, что телу нужно спать. Тогда вы говорите «спасибо». Заканчивайте медитацию. И теперь вы можете повернуться на бок, приняв позу спящего льва. И тогда вы засыпаете. Позже мы сможем рассмотреть вопрос о том, как засыпать сознательно. С тем, чтобы сохранять ясность. Чтобы даже в процессе сна, вы все равно оставались в бодрствующем состоянии. Вы спите, но вы знаете, что вы спите. Или, может быть, даже если начинаются сновидения. И вы знаете, что сновидите. Что называется осознанными сновидениями. Это очень удачный вариант. Тогда можно и всю ночь продолжать практиковать. Но не сегодня. Сегодня нужно проспаться. Практика Дхармы – это дело очень хорошее, но фундаментом для этой практики являются четыре вещи. Достойная диета, достойное употребление напитков, хорошее количество сна и правильное дыхание. Мы еще не совсем закончили. Теперь нам нужно последовать совету Атиши. В конце посвяти заслугу. Думаю, сегодня мы создали определенную добродетель. У нас здесь 140 человек, и поэтому будет 140 индивидуальных способов посвящения заслуге. Вы посвящаете заслугу, добродетель, самым значимым для вас благоустремлением. В безмолвном режиме. То есть мы одну-две минуты просто будем сохранять безмолвие и тихо посвятим заслугу. Спасибо. 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 Давайте завершим сессию. Доброй ночи.